Всем приветики! Отчего вы не напоминаете мне, что я коробки давно не снимала? Я и забыла уже. В общем, первое. Не пытайтесь выключить у меня этот макияж. Я вам сразу скажу, что он следом после этого. Видео выйдет и научитесь вы так краситься, как Гвен Стефани в клипе Don't Speak. А второе. Это коробочка очищения и демакияж. Актуальные продукты Ever, которые вас будут чистить, смывать, отполировывать и демакияжить. Мистер Кот ее немножко погрыз. Мистер Кот, если что, сидит вот здесь, на чемодане. И делает вид, что он не грыз эту коробку. В общем, мы его за это не осуждаем. Коробочку давайте открывать. Здесь, на всякий случай, напомню, что изображен наш голубой домик. Вот здесь Карагина студио. Вот здесь все работают. Еще есть этажи наверху. В общем, это наш домик. Если вы приезжаете в Москву, обязательно приходите к нам в гости. Марочки. Коробочку открываем. Я тут в карточке. И вот она коробочка. Идеально для тех, кто путешествует. Потому что здесь такие классные объемы этого всего. И помимо того, что вы просто это попробуете, вы еще это раскидаете все по своим косметичкам. У вас всегда будут классные очищающие средства с собой. Ну что, погнали по порядку. Первый продукт для снятия макияжа у нас. Это двухфастное средство от Сифора. Вот такая вот миниатюра. Достаточно большая. Здесь 25 миллилитров. А полноразмерно. Она выглядит вот так. Ну, собственно, копия. Да? Двухкомпонентный продукт, который снимает любой водостойкий макияж. Плюс огромный, почему этот продукт оказался в коробке, в том, что это двухфазное средство, которое не оставляет жирной пленки, как это часто бывает. Плюс здесь экстракт василька. Он увлажняет, он питает кожу вокруг глаз. И витамин В5, который укрепляет еще и реснички. Поэтому это такое снятие макияжа и уход в одном флаконе. Перед применением встряхнуть на ватный диск. А я сразу говорю, тереть глаза это плохо. Вот в аду есть отдельная сковородка для тех, кто трет глаза свои, когда смывает их. Нанесли на ватный диск, приложили к глазам, подержали немножко вот такими вибрирующими легкими движениями. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И потом очень нежно снимаем уже растворенную тушь. Не надо тереть. При этом с помощью этого средства двухфазного очень хорошо смывать стойкие покрытия с губ. Вот, например, как у меня сейчас. Можно смыть с его помощью конкрет. Далее мицеллярный лосьон Avene в очень красивой, тоже аккуратной такой миниатюрке. Хороший тревел. 20 мл. Полноразмерно выглядит вот так. Достаточно большая бутылка. Это для тех, кто неженкий, для тех, у кого очень чувствительная кожа. Потому что он гипоаллергенный. Он специально разработан для чувствительной и суперчувствительной кожи. С его помощью можно снимать макияж как целиком с лица, отдельно с губ и с глаз тоже можно. Здесь принцип такой. Мицеллы удаляют макияж, а термальная вода успокаивает кожу и восстанавливает ее. Смывать его, этот лосьон мицеллярный, после применения нет никакой необходимости. Можно дальше наносить тоник, дальше наносить все свои ступени ухода. И что еще очень важно, он подходит для тех, кто носит контактные линзы. На ватный диск и протираете лицо. Если мы говорим о снятии макияжа с глаз, то же самое. На ватный диск приложили, подождали, немножечко вот таким дрожащим движением. Здравствуйте, заходите. Немножко дрожащим таким движением помассировали и аккуратненько сняли. Водостойкую тушь не снимет. Базовую легко. У него приятный аромат розочкой и не оставляет после себя вообще никаких ощущений. Ни липкой пленки, просто чистая кожа. Короче, прям пятерка из пяти баллов. Следующий продукт у нас в коробке это очищающая маска Glam Glow. Полноразмерный продукт у нас в коробке. Маска пузырьковая, глубокого очищения. Я вам ее хочу показать в новый день новая маска, поэтому сейчас делать ее не буду, чтобы не портить макияж. Ибо у меня на этот макияж еще сегодня грандиозные планы на вечер, извините. Но давайте вернемся к маске. Маска кислородная, тканевая, одноразовая. Она на основе черного угля, сама по себе черная. И очень-очень богато пенится. Прям шипучка на вашем лице будет происходить. Она очень хорошо очищает кожу, ороговевший слой, отшелушивает, снимает даже остатки макияжа вашего, если вы вдруг где-то там чего-то мицеллеркой не дотерли. Вытягивает загрязнение из поры и сужает их. Микропузырьки на основе зеленого чая очень приятно пощипывают, покалывают ваше лицо, насыщая кожу кислородом и очищая поры. Поэтому она называется Bubble Shit. Нанесли, ждете, пока вы превратитесь в одну сплошную бороду Санта-Клауса, только грязную, потому что она будет немножко серого цвета такого. В общем, раздуетесь по максимуму за несколько минут, потом возьмете, снимете эту маску и этой же маской, вот этой тканевой основой, помассируете хорошо лицо. Во-первых, эффект пилинга, во-вторых, вы завершите таким образом очищение и улучшите микроциркуляцию в коже. Ну и все, и потом смывайте. Потом, после того, как смоете, прям ощущение будет, что кожа чистая, вот прям кайфово. Сама по себе она очень приятная, с люфтным цитрусовым ароматом. 800 рублей примерно за одну штуку и не жалко, я бы даже и 900 заплатила. В новый день новая маска ждите? Обещаю! Дальше Ахава с очень прикольным продуктом. Это жидкая соль Мертвого моря. Очень большой, 40-миллилитровый travel size. Полноразмерно выглядит вот так. Это реально, ну как бы 32% соли Мертвого моря. Меня давно ничто не удивляло на бьюти-рынке, но вот это прям вещь. Потому что когда ты с ее помощью моешься, ты понимаешь, что происходит какая-то магия. Кожа обновляется, она прям чистая, она просто другая становится. При этом увлажненная, барьерные функции очень хорошие появляются, заживают все, рассасываются какие-то микротравмочки. Есть два варианта применения. Можно на сухую кожу, она будет более интенсивной, можно на влажную. Лицо избегать, это для тела. А можно еще добавлять в ванну, когда вы ее принимаете, и у вас, по сути, будет море. Единственное, что нужно учесть, то что концентрация соли очень высокая, 32% это дофига, ребят. И поэтому использовать ее нужно по чуть-чуть, потому что он очень хорошо распределяется, этот гель. А он, по сути, вот как гель прозрачный. Больше не значит лучше, короче говоря. Есть еще один лайфхак с этим продуктом. Его можно добавлять в шампунь для волос и хорошо массировать кожу головы, когда моете. Таким образом у вас будет эффект такого легкого, очень бережного пилинга. Очень хорошая подготовка для маски для волос. Ну и в целом, я бы, кстати, очень рекомендовала еще это мужчинам. Потому что кожа головы очень часто сильнее шелушится. И вот раз в недельку делать такую процедуру, смешивая эту жидкую соль со своим шампунем, очень будет вам кстати. По текстуре, как я уже сказала, это гель, но он такой, знаете, как маслянистый немножко. Ну вот кто на Мертвом море был, тот знает, да, что это соль, она такая маслянистая немного. Ну и в целом, почему мне нравится этот продукт, потому что я вообще большой любитель категории антистресс. И я, ну я не знаю, насколько Ахала вносит этот продукт в категорию антистресс, я вношу. Потому что, мистер Кот, why are you here? Знаешь, это вопрос, который задают обычно пограничники. У вас есть виза для того, чтобы сюда заходить? Так вот, это абсолютно антистресс продукт, потому что очень расслабляют ванны. С ним очень даже принятие душа расслабляет, успокаивает. И вот реально кого-то в морской водой тебя окатили. Кайф. Меры предосторожности связаны просто чисто с солью. В глаза будет очень сильно щипать, поэтому не допускать попадания в глаза. Открытые ранки тоже не любят соль, вам будет очень щипать, очень разъедать будет ранку. Ну и долго держать слишком тоже не надо. Все знают прекрасно, что в Мертвом море можно тусоваться всего несколько минут. Вот здесь такая же логика. Следующий продукт это Росерт, смягчающая пенка для умывания. Полноразмерно выглядит точно так же, только большая. Это очень густая, концентрированная, такая взбитая пена для того, чтобы очищать ваши поры. Нужно вот столичка, потому что, еще раз говорю, густая, концентрированная, взбитая пена. Она очень плотная. Вы немножко берете с водичкой, смешиваете на влажное лицо, хорошенько руками растираете, и у вас вот такой вот шар пенный будет. Очень хороша для тех, у кого черные точки. Вообще, корейцы специалисты по черным точкам и по тому, как от них избавляться. Так вот, здесь стоит довериться многолетнему опыту борьбы с черными точками Кореи. Очень хорошо очищает. В составе у нее морские грязи, не знаю, с ними это связано или нет, но очищает прям очень хорошо. Прям полное ощущение чистой кожи после того, как вы умылись. При этом у нее хорошее заживляющее действие, вот кто прищабенький, вот тому прямо в самый раз. Не содержит минеральных масел, не содержит спирта, душек, в общем, все то, что может дополнительно раздражать и так раздраженную кожу, или закупоривать поры, которые и так закупорены. Для того, чтобы полностью умыть лицо, необходима вот прям горошинка. Соответственно, расход у нее минимальный. Мне кажется, вот вы одной вот этой вот упаковкой полгода будете пользоваться. А уж полной размеркой и все два. Я рекомендую, конечно, перед любым умыванием делать отдельно демакияж, но если вы будете смывать макияж этой пинкой, она вам его тоже смоет, причем отмоет до скрипа вашу кожу. Зону вокруг глаз трогать не надо, но вот если тон смывать, вообще кайф. Конечно, с первого раза все ваши черные точки лицо не покинут, чудес не бывает, но при регулярном использовании они заметно становятся меньше, их кожа заметно становится чище, поры затягиваются. Следующий продукт – лапочка. Биодерма. Идробио. Линейка – это мицеллярная вода, самая знаменитая в мире, пожалуй, для чувствительной кожи. Полноразмерно она вот так выглядит. Вам этой бутылочки на несколько раз хватит, сразу поймете, что такое биодерма и в чем ее секрет. В том, что она реально классно удаляет макияж и не оставляет после себя никаких дискомфортных ощущений, наоборот, кожа от нее становится прям лучше. В общем, помимо того, что это мицеллярная вода, суперзвезда мировая, которая эффективно удаляет макияж, она еще и удерживает влагу в коже и восстанавливает гидролипидный баланс. Не комедогенная, гипоаллергенная. У меня от биодермы, например, прыщи проходят. Вот если я начинаю становиться прыщавой, я сразу в демакияже перехожу на биодермы. Это конкретно подходит для любого типа кожи, в том числе и чувствительного. Можно смывать и глаза, можно смывать и губы, можно смывать все лицо. В общем, это средство ежедневного демакияжа. На ватный диск. Шух-шух-шух. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. И все чисто. Смывать ее нет необходимости. Можно сразу приступать к дальнейшему уходу. Что еще сказать хорошего про нее? Легкий такой у нее аромат прованса. Лаванда или вот что-то такое. После нее нет ощущения липкости. Вообще нет никакого дискомфорта на глазах. Она не сушит глаза после того, как вы смыли макияж с ее помощью. Никаких покраснений, никакого зуда. Ни сухости, ни стянутости. Просто вот был макияж, нет макияжа. Такое действие. Идеально. Вот здесь вот у нас следующий продукт. Полноразмерный, просто трехступенчатый. Это It's Skin. Мне нравится Wording Pass Kit. Вам как бы пора на борт. Это набор для путешествий. Очень удобно, потому что, когда вы куда-то летите, всегда лень тащить огромные банки. Ну, у вас сейчас много будет после этой коробочки баночек с собой маленьких. Но в целом, согласитесь, всегда смотришь на большие бутылки мицеллярки и думаешь, ну, черт, как это взять с собой. Так вот, здесь вам такой наборчик. Здесь очищающая салфетка. Здесь салфетка с тонером и здесь увлажняющий крем. Салфетка очищающая легко удаляет макияж, освежает лицо и не требует дополнительного умывания водой. Просто достать салфетку из упаковки и смыть мейк. Тонизирующая салфетка уже успокаивает кожу после демакияжа. Очень хорошо справляется с шелушениями, с сухими участками, как бы отполирует их. Если есть какая-то прям сильная сухость, можете даже приложить салфеточку и оставить ее ненадолго. После этого наносите увлажняющий крем. Это супер увлажняющая линия, потому что в перелетах мы всегда больше подвержены тому, чтобы кожа высохла. Это самолеты, это новая вода, это сбитое питание, график, спим, как попало и так далее. Все для того, чтобы обезвоженную кожу восстановить вот в этом маленьком саше. Следующий продукт у нас в коробке, это две порции детокс-маски Виши. Это очень удобный формат, он продается в магазинах и вам очень легко будет попробовать. Здесь у нас в коробочке тоже на два применения. Это детокс-маска. На самом деле, я бы на вашем месте экономила, потому что мне вот одной такой порции на два раза хватает. Если так плотно зажать после применения, то она не высыхает внутри, и вы потом сможете через несколько дней или неделю использовать ее еще раз. Полноразмерно она выглядит вот так, классическая банка Виши. Это очищающая маска с детокс-эффектом и углем. У нее также в составе белая глина, у нее термальная вода Виши, что естественно, которая не позволяет маской слишком сильно пересыхать на коже, затвердевать слишком сильно и крошиться. Она очищает поры, делает кожу мягкой, такой немножко отшелушивающий эффект дает, вытягивает загрязнение из пор, оставляя после себя такое ощущение свежести. Ее тонким слоем необходимо нанести на все лицо, если хотите. Если у вас проблемная зона только Т, наносите только на Т-зону. Можете отдельно на те участки, где есть эти самые проблемные зоны, закупоренные поры, темные точки, что угодно. Наносите только туда, куда это необходимо. С оше вам хватит на несколько раз, потому что не обязательно плотным слоем покрывать все лицо. Вот ее, что много, что чуть-чуть, работает одинаково, поэтому экономьте. Оставьте на 5 минут и смойте водой. Можно с какой-нибудь щеточкой будет дополнительный очищающий, вычищающий поры эффект. Раз-два в неделю, в зависимости от того, какие у вас проблемы на коже. Мне одного раза в неделю вообще очищающих масок угольных хватает. Как я уже сказала, она коркой не высыхает, она вообще не сохнет. На коже чуть-чуть подзастывает, но при этом остается эластичной, не трескаясь на коже вместе с кожей. И что важно, подходит для чувствительной кожи и для тех, у кого кожа склонная к аллергиям. Понятное дело, что аллергия, ты никогда не знаешь, на что она проявится, но для гиперчувствительных, на все реагирующих, эта маска, как правило, подходит. Кожа после нее ровненькая, матовая, поры сужаются. Очень хорошая маска перед, например, увлажняющей или ночной маской. Потому что любая следующая маска, после нее становится эффективнее. Кожа подготовлена. Здесь 75 миллилитров в полноразмерном продукте, вам прям очень надолго хватит ее. Пузатый, большой тревел для тела. Это Урьяш Гамаш для тела. Отшелушивающий крем, он же. 50 миллилитров. Дофига. Полноразмерно он выглядит вот так. Точно такой же, только большой. Он очень мягко отшелушивает кожу, очень нежно. Как бы ее отполировывает, делает ее более гладкой, и она вот реально выглядит моложе. И вы зря думаете, что только коже лица необходимо уделять внимание. Кожа тела выдает еще как возраст. На влажную кожу легкими массажными движениями нанести. Чем более сухая поверхность кожи, тем сильнее вот этот отшелушивающий эффект. Потому что абразивные частички, которые мягкие, которые в составе есть, они будут сильнее создавать трение с кожей и таким образом отшелушивать ее. Если вам нужно совсем бережное такое ежедневное очищение, вы можете использовать его даже вместо геля для душа на влажную кожу прям легкими массажными движениями. У него легкий такой приятный аромат, цветочный что ли, свежий. И кожа после него такая бархатная, нежная, потому что это как крем увлажняющий и скраб в одном флаконе. Мини-рукавичка Glow. Вы уже как-то ознакомились с мини-рукавичками Glow в нашей коробочке. Вот теперь у вас розовенький кружок на ваш палец, который полностью смывает макияж. Чпоньк. Это история про магию и чудеса в демакияже. Потому что вот эта пушинка розовая смывает полностью макияж вообще без каких-либо средств. Как это происходит, непонятно. Ну как, мне более-менее понятно, но в общем даже не надо это пытаться осмыслить. Просто доверьтесь маленькому розовому другу и смывайте макияж без использования каких-либо средств. Очень это средство круто смывает мейк, если вы аллергик. Это рукавичка из микрофибра. Они есть прям как рукавички, это напаричник. Так вот она обладает таким высоким электростатическим действием, что как магнит притягивает на себя весь макияж. Просто ее намочите и протрите аккуратненько ту зону, которую хотите смыть или все лицо целиком. После использования ее надо просто прополоскать в теплой воде, положить сушиться. И все, и она как только высохла, снова готов к применению. Сама ткань, эта микрофибра, она очень мягкая, очень такая нежная, не трет, не царапает, не оставляет никаких ворсинок на лице. С первого раза смывает даже очень стойкий макияж. А еще подходит для тех, кто носит линзы. Тонизирующий гель для умывания Леврана. Тревел сайзе в большом. 100 миллилитров. Леврана частый гость у нас в коробке, и очень это мне радостно, потому что очень мне нравится этот бренд органической косметики по уходу за лицом, и не только за лицом. Полноразмерно он выглядит вот так, тоже копия. Это гель для умывания с лемонграссом. Он прям цитрусовый, утренний, я считаю. Заряжает энергией. Сам по себе он достаточно жидкий. Не очень густо пенится. Не ждите от него этого, но очень хорошо очищает. Не сушит кожу, для любого типа подходит. Лемонграсс там не случайно, это не только аромат, а масло лемонграсса в составе, который тонизирует кожу, улучшает настроение ваше своими цитрусовыми нотками. А также экстракты зверобоя и ромашки, которые дают антисептическое действие, восстанавливающее и успокаивающее. Также экстракт календулы улучшает регенерацию кожи, укрепляет сосуды, все восстановительные процессы ускоряет. В общем, все просто. Стряхнуть флакон, нанести на влажную кожу, пальчиками помассировать, вспенить, насколько вспенится, смыть. Макияж он вам не смоет. Слишком натуральный состав для этого. Поэтому озадачивайтесь сначала демакияжем и потом уже очищайте кожу с помощью этого геля. И последняя звездочка у нас в коробке очищения демакияж это Biore. Увлажняющая сыворотка для умывания и быстрого снятия макияжа. Полноразмерно она выглядит вот так, хит в Beauty Story, потому что это что-то среднее между мицеллярным гелем, гелем для умывания, гиалуроновой кислотой чистой и, в общем, вот всем этим в одном флаконе. Очень интересный продукт. Эта сыворотка справляется мгновенно с любым даже очень стойким макияжем. Ну, Biore вообще знатные оттиратели макияжа, потому что даже самые стойкие конкреты удаляются этим и мицеллярной водой, салфетками для снятия макияжа и этой сывороткой очень эффективно. И у нас, например, в золотом яблоке на корнерах всегда лежат салфетки в моноупаковочках Biore для того, чтобы, когда люди тестируют конкреты, они могли легко их смыть. После умывания этой сывороткой нет никакого ощущения сухости и стянутости, кожа такая прям просто чистая до скрипа и, еще раз повторюсь, никакой сухости. 40% увлажняющих компонентов в составе. Наносить ее необходимо на сухую кожу, можно снимать макияж с глаз, внимание, помассировать, смыть. По текстуре такой немного маслянистый гель не оставляет при этом никакой жирной пленки после умывания, потому что при контакте с водой в сыворотку превращается. Ну что, интересно, глаза вообще не щипят и не раздражают. Если вы захотите смывать вот такую стойкую помаду, как вот у меня сейчас Concrete Dark Red, то я рекомендую сначала сделать салфеткой демакияж основной массы продукта, а потом как раз таки завершить умывание уже сывороткой. Вот для тех, кому любое средство на земле комедогенное, вот это будет прям отличное средство. Жирной кожи, плотной, с склонной к угревой сыпи, просто идеально. Ну что, друзья, быстро побежались по коробке, еще раз хочу вас вдохновить на тщательное очищение, потому что знаю, насколько мало уделяется этому должного внимания. А на самом деле, от того, насколько чистая будет ваша кожа, настолько эффективен будет ваш следующий уход и настолько же красивый вы проснетесь с утра. И еще раз давайте миф о утренней чистоте кожи развенчаем. Утром кожа такая же грязная, как и вечером, поэтому уделяйте ее очищению максимум внимания. Ваш организм очищается ночью, и все, что он из вас вычищал, он отправляет на поверхность кожи через поры. Очень важно хорошо кожу очистить и дальше приступать ко всем своим этапам ухода, чтобы он был эффективный. В общем, чистая кожа – залог ее красоты. Ухаживайте за собой, не ленитесь. Всех целую, всем пока, а вам скоро макияж вот этот прибудет на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok